Братья мои дорогие, сердечно вас всех приветствую. Благослови вас всех, Господь. На этом месте стоять нелегко, но нужно стоять. Я сравнил эту кафедру как престол благодати. А это престольная комната, святая святых. И здесь и Моисей, наверное, дрожал, когда входил в присутствие Господней. И тема благодати очень обширная, важная, я бы даже сказал, бесконечная. Почему? Потому что она нам дана прежде вековых времен, вон где ее корни. И Христос заклан этих прежде вековых времен до создания мира. Они там вот, все это формировалось, а вот в последние времена она воцарилась. Проявления благодати всегда были на протяжении Ветхого Завета и так далее. Поэтому апостол Петр называет благодать Божию многоразличной. Вы знаете, это как цвета радуги. Каждый здесь выступающий, проповедующий, он какую-то из сторон вот этой благодати рассматривает. А в основном, я обратил внимание, мы читаем почти одни и те же тексты из Писания. Думаешь, можно же устать от этого, но вроде одно повторяется. Вы знаете, все равно подача этой мысли у каждого, она своя. И поэтому она так действительно многоразлична и интересно все это слушать. Благодать лежит в основе доктрины о спасении. Вот в послании к Ефесянам 2.8 мы так и читаем. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сияние от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился». Вы никогда не подсчитывали, сколько раз о благодати написано в Библии? Я на все раз занялся этим вопросом. Я просмотрел нашу симфонию и понял, что она, ну, на русском языке, что она не та. А вот у меня есть еще симфония с еврейским и греческим ключом. Там я посмотрел, она уже немножко побольше. Ну вот я вот то, что в ней нашел, я скажу. На четвертом завете, в этой симфонии с ключом еврейским и греческим, 11 раз всего именно в этой симфонии. А в Новом Завете 123 раза. Но если мы Библию будем читать подряд все и записывать, что там сказано, то, конечно, больше намного. И вот всего 53 раза в Ветхом Завете сказано слово «благодать». «Благодатью», «благодатью». Ну, именно слово «благодать». А в Новом Завете 156 раз, всего 209 раз сказано в Библии о благодати. Она действительно многоразличная. Ее проявление уже с Ветхого Завета и дошло до наших времен и так далее. Даже Библия, последний стих Библии, помните какой? «Благодать Господа нашего со всеми вами». Благодать. Она все завершает собой. Это благодать. Все религии мира направлены против доктрины искупления человека благодатью через веру. Все религии мира. Всех почему-то это беспокоит. А она, благодать там несет это спасение через веру во Христа Господа Иисуса Христа. Не случайно. В 13 посланиях апостол Павел пишет «благодать вам и мир до умножиться». Это просто так? 13 посланий. Я вот раз обратил внимание, и Иоанн в своих двух книгах пишет. Это второе послание Иоанна и «Откровение». Там тоже «благодать вам и мир». И даже Петр апостол тоже об этом пишет во втором послании. «Благодать вам и мир». Благодать, она действительно захватывает всю нашу жизнь. Моя тема, по-моему, сегодня помощь в критических обстоятельствах. Бывают такие моменты, когда критически мы чувствуем, что это не будни, это непросто. Вот я не скажу, вот я утром проснулся, помолился, Господу благодарю за ночь прожитую, благослови меня на этот день, что я приступил к престолу благодати. Чувствую, что что-то здесь не то. Или на ночь я молюсь, там прошу благословения. Критические моменты. Это те моменты, когда мы чувствуем, что мы этот вопрос не решим. Это вне наших сил и возможностей. Это подвластно только Богу. И вот в эти моменты я хочу, чтобы мы их выделяли от нашей будни, что к престолу благодати мы приходим в особых случаях. Посему да приступаем с дерзновением, мы посланники евреям 4.16. К престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Благодать с греческого означает благоволение, благословение, доброта. Благоволение, благословение, доброта. По Каргилю престол благодати означает крышку, откровение, крышку завета, крышку ковчега. Так он это объясняет. Ну, я с этим вполне соглашаюсь. В книге «Исход» 25.22 написано, Бог говорит Моисею, «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя, сынам Израилевым». Там, у крышки завета. Мы знаем, что Моисей постоянно у крышки завета не находился. Он туда входил периодически, когда была нужда, его ли, народа ли нужда, когда были какие-то критические моменты, когда он не знал, как поступить, и только Бог ему мог дать ответ. Это ему только подвластно и так далее. Благодать – это Божие благословение к незаслуживающим Его. Я здесь некоторые моменты из богословия прочитаю. Я их записал для того, чтобы точнее передать. Памяти нету такой, чтобы мне четко все это сказать. Поэтому меня простите, когда я вот подглядываю сюда вниз. Престол – это трон. Трон, на котором сидит царь. Если написано «Благодать воцарилась», значит, там есть престол свой, там есть царь, сидящий на престоле, и вот приступая к престолу благодати, это идти к трону Божьему. Какой трепет захватывает нас, когда мы идем на аудиенцию. Именно апостол Павел нас направляет туда, к престолу, к трону Господа, чтобы мы приступали с дерзновением. Ну, как с дерзновением вот идти туда? Я же такой немощный, у меня столько ошибок, согрешаюсь, потыкаюсь, постоянно нужна я в поправках, и я с дерзновением должен прийти. Откуда мне может взяться это дерзновение? А вот оно откуда берется. Там, у престола, тот первосвященник, который знает, как помочь нам, искушаемым, потому что сам был искушен во всем, кроме греха. Он знает, он сострадает нам, и там мы, у престола, получаем сначала милость, а потом обретаем благодать. Милость в прощении грехов. Бог выправляет наше состояние, наше сердце делает таким, чтобы он мог с нами пообщаться, чтобы он мог нам что-то открыть, в чем-то нас благословить. Поэтому да благословит нас Господь. Хотя, я говорю, вот есть проявление Божьей благодати в Ветхом Завете. Вы помните, когда Адам согрешил? И Бог покрыл грех Адама, принеся в жертву Агнца. Уже здесь мы обнаруживаем благодать. Он принес. Он дал возможность обрести праведность пред Богом этим людям, чтобы они имели общение с Ним. Если милосердие удерживает наказание, которое мы заслуживаем, то благодать дарует нам благословение, которое мы не заслуживаем. Мы сразу видим в человеческую сторону, в Божию сторону, наше все недостоинство и великую милость Господа к нам. Благодать – это снисхождение Бога к человеку, когда Бог дает величайшее сокровище наименее достойным каждому из нас. Бог великий нам дает, а мы, по сути дела, чувствуем свою недостойность. Благодать – это дар для человека от Бога, подаваемый исключительно по милости Господа без всяких заслуг со стороны человека. Надо думать, чтобы как-то заслужить что-то, чего-то. Бог дает это не потому, что мы заслужим, а напротив, мы ничего не заслужим, а Бог нам дает. Благодать – это решение Господа благословлять нас, а не проклинать, как того заслуживать наш грех. Грех заслужит вот этого всего, но благодать вот все это покрывает. Слава Богу за такие милости. Я несколько выдержек вот с богословия выписал. Благодать – это милостивое расположение Бога, которое Он изливает на Своих возлюбленных чад. Везде милость Господня идет вперед. Благодать – это сторона божественной деятельности, которая позволяет Богу с неистощимой способностью прощать и благословлять. Вот эти все высказывания – это проникновенная такая способность у человека, чтобы увидеть вот эту разницу, так сказать. Благодать – это все то, что дает нам Бог не по заслугам, а по милости. Я хотел разницу поставить, братья, вы мне поможете в этом вопросе. Благодать, которую мы встречаем в Ветхом Завете, и благодать, которую мы встречаем в Новом Завете. Есть ли в этом разница или нет? Вот благодать в Ветхом Завете. Бытие, 6 глава, Ной обрел благодать. Помним мы это хорошо. В Дианях, значит, в 7 главе, 45 стихе мы читаем, Давид обрел благодать. В Евангелии Луки 1, 30 – это все Ветхий Завет. Мария обрела благодать. И в книге Судей мы читаем, что Гидеон говорит, если я обрел благодать, но когда условия, которые он поставил, исполнились, мы понимаем, что он тоже получил благодать. И везде одно и то же слово, один и тот же глагол – обрел. В Новом Завете мы читаем другое. Вообще, слово обрел благодать в Ветхом Завете с еврейского, так как было написано на еврейском, на еврите Ветхий Завет, оно означает достигать. Вот вершина какая-то, я должен ее взять, я напрягаю все свои силы, я иду, ноги болят, устаю, отдышка мне берет, но я все-таки стараюсь дойти. Обрести благодать означает достигать. Вот во всех этих… Это я проверил по этой симфонии, вот я ее так называю, еврейская симфония. А в Новом Завете мы читаем так, вот Иоанна 1 глава 16 стих, «И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». То есть Бог одарил нас бесчетно по своей доброте, это как бы бесконечно переливающаяся благодать. Мы ее что сделали? Обрели? Написано «приняли». Это уже другое слово. Псалмопеев в 44-м псалме говорит о Христе, «Ты прекрасней сынов человеческих, благодать излилась». Она льется, она бесчетно льется. Другие переводы говорят, чтобы вы дважды получили благословение, благодать на благодать, дважды получили благословение, потому что благодать с грецкого назначает благоволение, благословение, доброта и так далее. В послании к Римлянам мы читаем 1.5 «Мы получили благодать и апостольство». Во втором к Римлянам мы читаем, чтобы благодать Божия не была тщетно принята вами. Во втором послании Тимофея 1.9 «Благодать, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Данно. Нигде мы слово не встретили, «Обрели благодать». Вот это единственное место, которое читает 4 глава в послании к евреям. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать». Мы сейчас к этому еще вернемся. Какие здесь ключевые глаголы? Это «благодать нам дается», мы получили благодать и мы ее приняли. Вот нам кто-то дал, я протянул, получил ее и принял ее для себя и так далее. Вот такие глаголы. Если там слово «обрести благодать» означает «достигать», то в Новом Завете с греческого «обрести благодать» означает «находить». Не достигать, а находить. И мы ее нашли. Мы ее нашли во Христе. Мы нашли у Него эту благодать. Она не достигалась нами, она не заслуженно нам дается, как вот уже мы многие выражения такие просматривали. И поэтому «благостави нас Господь, чтобы мы, приступая к благодати, находили милость у Него, у Его святых ног и получали для нашего дальнейшего служения». Закон, данный Моисеем, не был проявлением благодати. Закон требовал от людей повиновения, а в случае нарушения приговаривал их к смерти. А благодать совершенно другое. Вот поэтому, если в благодати времена были там проявления благодати в том Ветхом Завете, но воцарение ее, начало мы ее уже нашли, где оно начало поимело, там прежде вековых времен, но воцарилась она с его приходом. Без него благодать не могла. Она проявлялась, но воцариться она не могла. А во Христе она воцарилась. Благодать же и истина, которые произошли через Иисуса Христа, который пришел в этот мир, чтобы спасти тех недостойных, кто не мог спасти себя сам. Вот это и есть проявление такой благодати для нас. Благодать пробуждает совесть. Вот когда она посетила нас, у нас все внутри меняется. Совесть пробуждается, совесть начинает правильно реагировать. Апостол Павел пишет, что благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. В Послании к Кремле так написано. Вот так вот благодать пришла. Она не просто пришла, она воцарилась, она заняла господствующее место, она заняла ведущее место и так далее. И это единство места, где спасенные, возрожденные люди решают все свои проблемы. Какие бы ни были критические моменты в нашей жизни, у престола благодати, который нас апостол Павел просто зовет, идите с дерзновением к престолу благодати, не надейтесь на то, что Бог вас не услышит, услышит, обязательно поможет, тоже обязательно. И так далее. Иисус Христос в своей человеческой природе является этим престолом. Вы посмотрите, что в Откровении написано 5.6. И я взглянул, и вот посреди престола стоял агнец, как бы закланный, то есть, пронесенный в жертву за наши грехи. Вот почему нам дается дерзновение, вот почему мы там можем получать милости, потому что за нас, там, на этом престоле благодати, как бы закланный Господь наш Иисус Христос, как бы агнец закланный. Вот это дает нам дерзновение приступать к Богу и получать помощь от Него, благовременную помощь, то есть, помощь вовремя, как раз вовремя, когда у нас какие-то проблемы, когда у нас какие-то трудности. И к этому престолу мы можем приходить в любое время дня и ночи. Господь не спит и не дремлет. В любое время дня и ночи, в любых сложных наших вопросах, ситуациях, в которых мы ничего не можем сами решить, то Бог нас ждет, чтобы мы приступили к Нему, к престолу благодати, поднять взоры к Нему, когда тебя терзает искушение и благодать принесет нам помощь как раз вовремя. Почему там тот, кто искушаем был во всем и знает, как искушаем помочь? Мы к Богу идем тогда, когда мы в Нем как никогда нуждаемся. Нуждаемся в прощении, нуждаемся в милости. И у нас возникает это дерзновение, мы идем к Нему как к родному Отцу. Он никогда нам не подаст вместо хлеба камень, вместо рыбы змею. Господь ждет нас после своего престола, тогда, когда нам особо трудно, когда мы попадаем в эти критические моменты. Если по милости Божией мы имеем прощение грехов, то по благодати мы имеем силу и способность жить новой жизнью и преодолевать все испытания и искушения. Говорят, благодать подобна дождю. Она и живит, и она растит. Мне одна же такая попалась выдержка, я ее записал для себя. Говорят, что потоки изобилия благодати с размером в ладонь могут напоить и накормить и жаждущих, и алчущих. Неплохо заметить вопрос, кому дается благодать. И апостол Петр об этом пишет в Первом Послании, и Иаков пишет в Четвертой главе, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Наше состояние все равно должно быть всегда смиренным, потому что смирение это то место, то основание, на котором Бог дарует свою благодать. Поэтому, чтобы без гордости какой-то, в полном смирении, что мы ничто пред Ним, идем к Нему. Вот посмотрите, несколько такие напоминания о благодати. Апостол Павел о веровавшем, говорит это в книге Денисовых апостолов, он убеждает о веровавших пребывать в благодати Божией. Мы не только приняли, получили, мы должны в ней пребывать. Еще следующий момент, в Посланнике Евреев в 12-й главе написано, чтобы наблюдали, чтобы кто не решился благодатью Божией, чтобы какой грех возникнуть не причинил вреда. Мы тоже за этим внимательно, пристально смотрим. Еще третий такой момент. «Возрастайте в благодати», пишет апостол Петр во втором своем послании. «В познании Господа возрастайте, нашего и Спасителя Иисуса Христа». Благодать Божия – это присутствие Божие в нас, когда Бог нас Сам ведет тем путем, каким нам нужно идти. Я хочу об этой благодати сказать в таких критических моментах, в которые мы попадаем, которые с нами могут случаться. Я буквально за пять дней вот перед поездкой сюда возвращались. Мы там до молитвы в одном месте строим в горах. Наша церковь там небольшая, 1300 метров над уровнем моря, 400 километров от моего дома. Мы проехали 200 километров, решили отдохнуть минут пять. Но остановились прямо вот как среди дороги, нет никаких признаков, знаков. Там где-то впереди огоньки далеко светятся. Отдохнули пять минут, сели, поехали. Домой приезжаю, стал свои вещи проверять, кошелька нет. Я сразу понял, где его потерял. Помню, где последний раз я ложил сюда, а у меня карман очень низко в моей куртке. И я мне казался, я сидел в машине, мне казалось, я достал до дна, а я, как раз, уперся в коленку и думал, все, все на месте. А когда мы вышли отдохнуть, я выхожу, он падает, темно, ночь, ничего не видно. Ну, отдохнули, сели, поехали дальше. И вдруг вот еще мы 200 километров проехали до дома, и я попадаю в панику. У меня критический такой состояние, шок. У меня там паспорт мой, у меня там права, у меня там полторы тысячи монатов денег было, мы строим, материалы покупаем, ну, это, по-вашему, где-то 60 тысяч. И у меня там банковская карточка, и там все на бумажке написано номер, если кто-то ее возьмет, номер зафиксировал в банкомат, и все деньги снимут. Вы представляете, какой мне критический такой момент случился, и у меня ничего не оставалось, как только вопить к Богу, приступить к нему, Господи, реши эту проблему, мы не в силах. Я звоню сыну своему, он был за рулем. Он говорит, папа, вариантов нет, надо ехать, прямо сейчас, ночью. Потому что днем могут проехать, увидишь, что-то лежит, остановиться, и все. Я говорю, как узнать, куда ехать? Помолимся, поедем. Другой сын согласился, вместе, говорит, едем. Уже полтретьего ночи, я не сплю, молюсь, Господи, что делать, как быть, помоги. Мы не в силах решить этот вопрос. Полтретьего звонок по телефону. Папа, замер, кошелек нашли. Как нашли? А я молился, Господи, когда шли волхвы к тебе на поклонение, они же не знали этого места, но ты звезду остановил на том месте, где лежал младенец. Пошли эту звезду, может быть, это звезда внутреннее чувство какое-то, и нашли этот кошелек. Они его сфотографировали, на видео сняли, прислали мне, посмотрел, да, действительно, мой кошелек. Они открыли, снимают там паспорт, все-все буквально лежит. Друзья дорогие, в этих критических моментах никто не может рядом стать со Христом, с тем престолом, куда мы не просто приходим, а приступаем. У нас нету вариантов, у нас нету другого выхода и так далее. Я однажды рассказывал, я повторюсь, я просто хочу, чтобы привести нас вот в этих трудных моментах, у каждого в жизни такое бывает. Вы помните, я однажды здесь рассказывал, по-моему, еще старый дом ваш тоже стоял здесь внутри, может быть так, что-то помнится. Я Библию раз в год прочитывал, а иногда даже и в год раз не прочитывал. Так, я медленно читаю, трудно мне вот это все дается. А потом я прочитал Георгия Миллера, что он четыре раза в год прочитал Библию. Я за голос схватился, господи, четыре раза, да разве это возможно? Но вот пока я размышлял, у меня такое чувство, господи, дай мне силу, дай мне осилить вот это четыре раза. А я в промежутках этого всего времени размышления, читая Библию, вдруг я натыкаюсь на такую информацию, для меня нелегкую, что в книге Откровения в 24 главе было написано 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой. Подобно было в 47 главе Иезекииля, что деревья и плоды на них не будут истощаться, каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Вот он корень. Вода текла из-под права Бока храма, 1 стих 47 главы говорит, а потом она текла из святилища. Все то, что течет из святилища, дает нам такую мощь, дает нам такую силу. И я когда сомневался, Господи, четыре раза я не смогу, а я здесь понял, что Бог говорит мне, ты будешь 12 раз ее читать. Я сопротивлялся, Господи, как это может быть? И Бог победил мои все понятия и вдохновил меня, и я в 12-м году прочитал Библию 12 раз за год. Но я действительно приступил к престолу, я был в такой панике, Господи, я не могу, я понял, что ты мне говоришь 12 раз прочитать. Вы помните, когда Илья я проносил жертву, было бедственное положение в Израиле. Люди не знали, кто Бог, Господь или Ваал. Служение Ваалу стало государственной религией. И Изавель затянула, когда она пришла сюда. Знаете, это как айсберг пришел в Израиле. Верхушка его была, чтобы мир был между Сиром Сидоном, поэтому надо поженить детей наших. И отец Ахаба не попросил Господа, а вот вот верхняя безопасность и, казалось бы, все, эта верхушка нормальная, чтобы мир был и так далее. Но у айсберга 15 метров в высоту, а 3-4 километра вниз. И вот, когда ее торжественно встречали со всем предданным, она везла с собой Ваала. И ей было разрешено, как иностранки, поклоняться Ваалу. Это поклонение Ваалу ее, и она потом стала требовать его статус, чтобы поднялся на уровень Яхве, Бога Израилева. Это было очень сложно, и народ уже понял, что это государство поддерживает. Вы знаете, Илья когда-то был, кормили Илью вороны и пил из потока, а потом женщина его кормила, а эти не испытывали нуждущие. 850 пророков питались от стола и завели. Вы знаете, какая-то была трагедия. Илья сказал, вы хромаете на оба колени, доколе вы будете хромать, с одним коленом еще как-то передвинешься, костыль возьмешь, а когда на двое, только на инвалидной коляске тебя можно возить. Вот это состояние инвалидной коляски охватило весь народ. И он тогда тот Господь, кто даст ответ посредством огня. И вот Илья на жертвенник положил все, что необходимо, приказал в роллеров глубокий вокруг него. Четыре ведра вылили, это как я хотел четыре раза прочитать в год. А Бог говорит, мало четыре. Еще четыре и третий раз четыре, получилось двенадцать ведер и вода полилась за края, за ров этот потекла. Вы знаете, вот в Писании написано, кто верует, у того потекут реки воды живой. Откуда потекут? Из чрева, изнутри, из сердца. Я вот сравнил этот ров, это сердце, которое мы должны наполнить. Столько влаги туда нужно влить. Вот я говорю, хотел четыре раза, а Бог говорит, нет, двенадцать раз, вот тогда польется. Потому что и о Христе мы читаем, из уст его излилась благодать. Вот чтобы она излилась, нужно, чтобы ров наших душ, наших сердец был наполненный, и тогда все встанет на свои места. И Господь ответил, снизошел огонь с неба, дополнительно огня нельзя было приносить и все остальное. И народ, когда увидел это все, он сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. А Изавель, она, говорю, столько зла принесла. О ней вот в Писании написано, что она любодействуем своим и волхвованием своим, она больше скорее на Валама была похожа, который приходил, чтобы проклинать Божий народ. А с ее приходом столько проклятия пришло, мир и покой был потерян, вражда пошла, идлопоклонство стало развиваться. Один Илья воевал против 850 пророков. Неравный бой. Но я не в этом хочу стать неравный бой, потому что написано не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь, Илья был наполнил присутствием Бога. Вот эта сила, безумие, неравенство в том, что вот эти 800 пророков решили состязаться со Вседержителем, Богом. Безумие, на что можно? Они бесновались там эти его пророки, что только кололи себя, колем. У нас в Азербажане есть один такой трагический день, который они вспоминают, когда пророков их убивали, они этот день называют Шахсей-Вахсей. Они бьют себя цепями, колем, они режут себя, кровь течет. Вот это самое, наверное, вот отсюда и взято. Когда они били себя и кололи себя, и бесновались, и кричали своему этому Богу-Ваалу, и народ увидел, что Господь есть Бог, не Ваал, а Господь есть Бог. Такое возвращение к нему пришло. Я говорю, в состоянии Ильи, вот против такой массы лже-пророков, это было, он приступил к Божьему престолу благодати. Я делаю такие сравнения, и Бог дал такую великую победу. Вы знаете, у меня был один из таких моментов, праздник Рождества, молодежной встречи, я думаю, перед вечерком съезду с женой в город Сумгейт, я 15 километров от него живу, закупим все, что необходимо, и приедем домой, пару часов отдохну, и пойду на молодежное Рождество. У нас на всю ночь встречаем, программы готовим, проповедуем все. Ну, тема мне пришла, и нарекут ему имя Емунаил, что значит с нами Бог. Ну, ничего не идет в сердце, ни один пример, не могу, бьюсь, мучаюсь, Господи, помоги им, тему нашел, а что говорить, ну, нету ничего. Приехали в магазин, все, что надо, купили, подходим, чтобы вещи положить, я в карман, ключей нету. Как нету ключей? Еще раз по карману, смотрю, дырочка в кармане, я все понял. Я, когда шел в магазин, вышел из машины, они провалились, и все, я просмотрел, все, нету, ничего не видно. Пошел в магазин, сказала администрация, что я потерял ключи, муж что-то принес, продавцам каким-то дал, они оповесели всех, говорят, ну, ничего нету. Я молюсь, обмолить, я говорю, как Богу подсказываю, как это, чтобы Богу подсказать, спичку зажечь, чтобы солнце подсветить, да, Господи, ты вразуми этого человека, кто нашел, чтобы он пришел на это место, принес. Надо к Богу только обращаться, такое впал состояние, но мы к нему, как вождь, вопили. Я думаю, во-первых, куда машину передевать. В пропаде вообще, я в панике, мне ничего уже нету. Молимся, раз, два, три, четыре, таксист подъезжает, ну, свои такси сверху, открыли этот шахматный, прилепили, негосударственное такси. Жена говорит, Павел, подойди к нему. Я говорю, ну, откуда он что знает, он только подъехал, ну, пойду, подхожу, говорит, вы знаете, у меня беда случилась, вот машина моя стоит через дорогу, я говорю, я вышел, чтобы купить это, а у меня в кармане оказался дырочек оказался, я потерял ключи. Вы, может быть, а ключи не в кожаной оберке были, да, сумочке? Я говорю, откуда вы знаете? Он говорит, ровно полчаса назад я стоял на этом же месте, я уже клиентов отвез, опять приехал, на это место встал. И, говорит, прошли перед моей машиной мужчина-женщина, я говорю, а мы прошли полчаса назад, у них что-то упало. За след идет один мужчина, поднял их, подходит к нам таксистам и говорит, это чьи ключи? Мы говорим, откуда мы знаем? Ну вот, я вам скажу. Я живу в Джурате, недалеко от Сумгаи, это поселок был, меня зовут так-то, сказал, как его зовут, достаточно, если кто-то будет искать ключи, приехать в эту деревню, или там городишко небольшой, и сказать, что найдите нам такого-то, такого. Назвал свое имя и сказал, что он работник ГАИ. Он говорит, меня все здесь знают, даже адрес не говорил. А я его спрашиваю таксист, а вы можете меня туда отвезти? Ну, поехали. Приехали к нему, спрашивали, где живет такой-то? Говорит, вон там. Мы повернули туда, там спросили, вот третий дом. Постучались, вышли, что кто? Мы говорим, вот такой-то здесь живет, здесь живет. Говорит, он недавно ключи нашел там в городе и сказал, что кто будет искать их, пусть придет ко мне. Он говорит, он только пришел домой, сейчас я его позову. Выходит человек, выходит с ключами, дает ключи. Я смотрю, Господи, какая у меня была встановка, какой критический момент. Я не знал, что делать. А теперь у меня внутри так все загорелось. Вот этот один случай дал мне столько вдохновения для проповеди. Нарекут ему имя Еммануил, что значит с нами Бог. Бог с нами. Мы к Нему пришли, Он нам дал ответ. У меня, говорю, столько дерзновений было. И на сегодня мне хватило об этом случае рассказать. Друзья, дорогие, приступать к благодати в тех критических моментах. Это те моменты, которые дадут нам силу на протяжении всей нашей жизни. Было дело вот в Билиси однажды. Четыре месяца не было дождя. Я, может, когда-то где-то рассказывал, но прошло время, напомню. Не было дождя. И в заключение собрания я проповедовал. Брат Аршак, он сейчас дьякон там, пожилой. Брат Павел, помолитесь о том, чтобы Бог дождя нам послал. Уже нету дождя. Все, что мы посадили, посохло. Воды нету нигде. Одна сестра говорит, нет, нет, не молитесь. Ну, как не молиться? У меня, говорит, крыша течет. Если дождь пойдет, все, я, говорит, пропало. Ну, Аршак ей говорит, слушай, мы хоть узнаем, где у тебя течет. Сразу заменим все, что надо, сделаем. Склонились. Я несколько случаев из жизни рассказал, там, где кто-то молился, в литературе читал. Ну, теперь стали молиться, церковь молчит. Ни одной молитвы. Боятся. Ну, помолятся, гости пошли, дождя, дождя не будет. Им даже перед самим неудобно. А когда церковь замолчала, я вообще перепугался. Думаю, все, попался. Вдруг один мальчик замолился, 12-летний. Илья его зовут. Ну, точно как пророк Илья. Господи, пошли нам дождя, и опять церковь молчит. И вот Аршак, который попросил молиться о дождей, он помолился, и опять церковь молчит. Я весь в трепете таком. Вот как, вот, приступил к престолу благодати, у меня внутри, Господи, не подведешь, чтобы помолиться, чтобы дождь пошел. Четыре места нет. Ну, ладно, если бы он через неделю там шел раз, куда еще, а то четыре месяца нет, все засохло. Я помолился, а сам аж это, глаза закрыл, и пошел ночевать куда-то. Дождь ночью, и молнии, и громы, такой сильнейший дождь прошел, и не один. Потом на следующий день целая плеяда дождей. Я так убедился внутри, Господи, главное к тебе прийти. А у тебя все, все ответы готовы, любой критический момент. Приезжаю я в Иваново, у нас там тоже в горах одна церковь есть. Престфитера нет, то жена говорит, они три дня объявили пост, дождей нету. Их агрономы сказали, еще недели две, и гранулы этого чернозема рассыпаются, превращаются в пыль. Земля потеряна, никаких урожаев, ничего. Ну, я дождался, пришел пресвитер, на следующие два дня я тоже присоединился к ним, постимся, молимся. Вы знаете, мы выходили в поле вместе с нашими детьми, с малолетними. Если картину смотреть, как Израиль выходил из Египта, они и повозки, и дети, грудные, все, кого в руках, кого как, кому так, на колясках детских, грудных, кого-то на руках. И вот шесть идет, от стариков до самых грудных младенцев. И еще два дня служения я тоже был вместе с ними. Вы знаете, это гудело на всю Ивановку, потому что видят, что люди идут с малолетними, с детьми. И мы молились. У нас семь душ покаялась за эти дни поста и служения. И пошел дождь. Через пару дней, говорят, и такой сильный дождь пошел. Урожай на некоторых участках собирали до 7, 70 центнеров с гектара. Говорит, 40 лет такого урожая не было. Они же следят за каждым годом. Председатель встречается с нашим пресвитером Иван Васильевич. Иван Васильевич, это правда, что вы выходили от дождей молиться с грудными, с малолетними, с колясками? Он говорит, правда. Он протянул две руки к нему и говорит, спасибо вам огромное. Друзья, приступить к престолу благодати, это значит открыть Богу все то, что нас беспокоит, а Господь незамедлительно придет к нам, чтобы помочь нам во всех этих вопросах. Вы помните, как Матфей описывает события в 15 главе 22 стихе, когда Хананьян, иностранка, пришла к нему, Господи, помоги мне, дочь беснуется, одержимая, что делать? Ведь ни одна медицина мира не может одержимого вылечить и так далее. Все успокоят, какими-то уколами могут, а вылечить невозможно. И она пришла к нему, к самому, кто является на этом престоле главою, агнцем распятым. Она даже, может, не понимала, пришла ей, Господи, помоги. И Бог ответил. Приступить к престолу благодати значит молиться с верою, молиться неотступно, молиться до победного конца. Аминь. 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 Аминь.